Здравия, дорогие друзья! Намасте! Дорогие участники полной практики прощения, принятия, просветления. Меня хорошо слышно? Скажите, как по голосу? Хорошо. Хорошо, отлично. Дорогие участники, девочки, я вас всех поздравляю, те, кто появился в этом процессе. Это второй у нас поток благотворительного курса полной практики прощения. И второй, потому что второй, который благотворительный. До этого мы занимаемся практикой прощения с 2010 года, но именно поставив его осознанно на рельсе благотворительного курса, эта идея к нам пришла именно в нашем процессе работы с Машей и Таней. И вот с Машей и Таней у нас начинается благотворительный поток. И я скажу, что это вот прародители, вот вы прародители, Маша, Таня, это вот девочки, которые прародители этого процесса благотворительного, именно благотворительного курса полной практики прощения. И девочки, те, кто попал сюда, я вас поздравляю, вы прошли очень серьезный отбор. Вы лучшие из лучших, те, кто подался на заявку, участие в благотворительном, безоплатном курсе полной практики прощения, принятия и просветления. И я напомню о том, что кто попал сюда, цель нашего курса, чтобы вы были еще более осознанными, цель нашего курса – это распространить, реже всего, дать вам знание о том, как научиться избавляться от обиды. Это первое. И применять ее в вашей жизни, в повседневной вашей жизни. Приватить вашу жизнь из жизни с вопросом, за что мне это, что за фигня, я не поняла. Ой-ка, что-то со мной такое происходит. А что она так на меня смотрит, а что мне так говорит, а что вообще за дела, я не понял. Приватить это в состояние, когда вы говорите себе, эй, а для чего мне это? Как это поможет мне стать еще более счастливой? Что хорошее в этой ситуации? Да, я сейчас поэмоционирую, да, мой рептильный мозг должен проработаться, проявить себя. Но затем под контроль эмоций, как наш извозчик, да, на картиночке повозка «Пять лошадей» и извозчик с пассажиром. Извозчик начинает управлять вашами, и эмоции устихомириваются. И включается разум, включается разум, который слушает душу, и он говорит, «Эй, здесь что-то для меня точно, я помню, что здесь что-то есть для меня, для чего это делать?» И вы задаете себе вопрос, для чего это? И это цель практики прощения. Научиться, прежде всего, отпустить все прошлые обиды, которые вас беспокоили, с которыми вы жили, которые не давали вам полноценно реализовать себя. Если сердце закрытое, как можно туда что-то отпустить, верно? А мы же здесь для того, чтобы учиться. Мы здесь для того, чтобы учиться, получать новый опыт, возможности радоваться жизни. Но как можно учиться, если у тебя есть гордыня номер один, да? Учиться не хочу, я все знаю, а обиды учиться не могу. Не могу, потому что сердце закрыто. И вот полная практика прощения, принятия, просветления именно и предназначена для того, чтобы мы научились принимать все с благодарностью, понимая, что это все для меня, для меня, ради меня. Благодарю тех людей, которые тратят свое время на то, чтобы общаться со мной, говорить мне то, что у меня не так, и контролировать. Ну, это обычно родители делают, и самые близкие люди. И вторая часть, вторая задача этого процесса – это передать эти знания тем людям, кто также в них нуждается. Это уже высокий уровень. Первый уровень, когда ты… Мы все здесь для того, чтобы получать опыт. Ты получил опыт, и ты для себя оставил в своей кубике, больше ты ни с кем не делишься. Это самый низкий уровень. Но самый высокий уровень – это когда ты эти знания передаешь другому человеку. И только передав знания кому-то другому, сумел передать качественные знания другому человеку, ты можешь сказать, что да, я действительно выучил, я освоил эту технику полной практики прощения, принятия, и я просветляюсь. И вот с этой целью мы организовали проект «Полная практика прощения, принятия и просветления», благотворительный проект. И наши любимые ученики, наше первое поколение этого процесса официального полной практики прощения безоплатного благотворительного курса, Маша и Таня, будут проводниками вашими в этом процессе. Они проведут вас через то, что… Ну, наверное, не через сегодня вас проведут, потому что у нас с ними было более основательно, такой широкий процесс изучения и очищения, и просветления. В этом курсе мы собрали для вас все самое лучшее, девочки, для вас собрали все самое лучшее, и мы будем еще продолжать наполнять в этом процессе. Для того, чтобы вы как раз и исполнили эти задачи, это научиться избавляться от обиды, избавиться от обиды, принять это все с благодарностью, благодарить своего бывшего обидчика, и научиться не обижаться в жизни, получить инструменты, как не обижаться, и практиковать это уже по всей своей жизни. Ну вот, наверное, все, что вам нужно услышать. И да, и хочу сказать, поскольку вы понимаете, что вы… Вот мне сейчас захотелось поправить телефончик. Девочки, вы понимаете, что процесс избавления от обиды, от недуга, который был с вами целой всю вашу жизнь, мы знаем, что это прихология правил у нас с детства, это огромный процесс, это работа, это задача, которую нужно прорабатывать, и для этого нужно предлагать много усилий. И поэтому я хочу вам сразу настроить вас правильно. Ведь мы по аналогии, как вы, спортсмены, пришли к тренерам, хотите стать чемпионами. Я использую эту метафору, она мне близка. И понимаю, что для того, чтобы достичь Олимпийских 500, нужно трудиться, верно? Нужно трудиться. И я хочу, чтобы вы также настроились очень основательно на этот процесс прохождения, полной практики прощения, и чтобы вы приняли и просветились. И это очень кропотливый труд, ответственный труд, труд, который приносит результаты. И хочу, чтобы вы сразу настроились, что это будет нелегко. То есть самые лучшие, самые лучшие в жизни, 5% населения имеет все самое лучшее. Все 95% работают на них. Вы выбрали быть лучшими, вы выбрали быть лучшими, избавившись от обиды. Потому что избавившись от обиды, вы позволите себе получить, взять от жизни все то, что она дает вам. Это безлимитно. Все, что жизнь нам дает, это бесценно, оно безлимитно, нет ограничений. Но для того, чтобы это случилось, мы должны открыть свое сердце, пустить туда то, что нам жизнь дает. Но для того, чтобы это случилось, нужно работать. И вы, сегодняшний, начинающий, первый день студенты, полной практики прощения, практиканты, вы сегодня должны быть в позиции ученика, который должен затем передать эти знания другому человечку, которому также нужны знания, как это вам сегодня. Поэтому я вас настраиваю, девочки, на упорный, кропотливый и благотворный труд. Будет нелегко, но будет результат. И выучиться в такой позиции, которая вам позволит сразу принимать знания с точки зрения того человека, который потом должен кому-то передать. Представьте, по аналогии, у вас наверняка у многих есть дети, или вы будущие мамы, вы знаете. Мы сейчас изучаете для того, чтобы потом передать своим детишкам. Вот вы должны быть в такой позиции, учащегося учителя. Учись, чтобы научиться учиться, учиться другому. Учись, чтобы научиться учиться, учиться другому. И я хочу вам сказать, для вашей большей осознанности, что во время прохождения практики и по ее окончании вы будете мало спать, мало кушать и много работать. Что это значит? Это то, что нужно много работать. Ну, а на самом деле так же меняется ваша жизнь. Помимо того, как вы отпускаете ваши обиды, избавляетесь от негатива, научитесь жизнь принимать в других красках, но в самом деле вам нужно будет меньше энергии для того, чтобы восстанавливать силы. Вы будете меньше кушать, соответственно, и вам не нужно будет так долго спать, потому что вы не будете тратить свою драгоценную энергию на обиды. Ну, все, пожалуй, на этом все, дорогие друзья. Еще раз всех добро пожаловать на полную практику прощения, принятия и просветления с GreenMind Life Тренинг Центром и Академией Отношений Веда Дом. Вашими праведниками на этом курсе будут наши дорогие уже учителя, Маша и Таня, которые будут проводить вас по этому процессу. Ну, я иногда буду вступать, входить в ваше пространство. У меня есть такая талант, он вам потом может, будет вас вызывать соответствующие реакции. У меня есть талант входить в нужное время, в нужное место и нажимать на больную точку, нажимать на больную точку для того, чтобы вы вспомнили, что вот это вы забыли проработать. И будет вам очень больно, будет тяжело, захочется послать все подальше. Но вы с установкой понимаете, что это все для меня, не имея даже секунды сомнения, что я дадил до конца, продолжайте учиться. Всем успехов, полной практики прощения. На этом я передаю слово Марии. Спасибо, Ярослава, спасибо большое. Прямо так ожило в памяти наше первое занятие. Главное запугать, запугать и настроить. Ну, нет, я бы сказала, что главное настроить. Просто тогда вот мне не были понятны смыслы этих слов. Сейчас, когда это все прошло, смыслы слов стали более понятны. Ладно, девочки, начинаем. Чуть больше организаторских моментов уже с нашей стороны. Хочу сказать, что мы записываем эту встречу, поэтому если вдруг что-то, чего бы вы не хотели, чтобы кто-то потом в будущем услышал, то, может быть, стоит не говорить. То есть будьте аккуратны, встреча записывается. Это раз. И многие наши встречи будут записываться. То есть это правило применяется на все наши будущие и последующие встречи, которые у нас с вами будут. Второе, что у нас… Да, я хочу, Мария, я сделаю акцент, да, девочки. Вы знаете, да, все, что происходит на тренинге, оно, вы должны понимать, что это может быть использовано в качестве учебного или тренировочного материала. Не значит, что все будет использовано в качестве тренировочного или учебного материала. Все зависит от того, мы используем практику privacy, но там, где мы можем показать вашу ситуацию, пример для другого, чтобы они могли получиться, мы это можем использовать. Поэтому имейте это в виду. Если какие-то ситуации или какие-то ваши записи, которые вы считаете… Ну, вам нужно записать, как она есть, в естественном виде, раскрыться, но вы не хотите, чтобы это было доступно для публичного доступа, вы просто говорите, окей, обговаривайте с вашим куратором, говорите, вот мне вот это, мне нужно раскрыться, но я, пожалуйста, это не выставляйте, окей? То есть вы это все с куратором, но идеи вы поняли. Потому что, помните, мы благодарим, простите, Мария. Спасибо, Ярослав. Про запись сказала, что нас ждет сегодня. Сейчас небольшое представление от меня, от Тани, мы поделимся своим опытом прохождения полной практики прощения. Потом хотелось бы, чтобы каждая из вас немножко рассказала о себе, и что вас привело на эту практику, чтобы мы такой уже первый круг знакомства, немножко понимания друг друга прошли. Мы дальше будем работать очень плотно. Вы даже не представляете сейчас, как плотно мы много будем работать все вместе. Но это будет такой первый этап, где мы с вами познакомимся. И потом мы с Таней расскажем вам, к чему вам готовиться, что вас ждет в ближайшее время. Немножко в целом в двух словах я расскажу и о заданиях на ближайшее время и каких-то, возможно, общих правилах поведения, на курсе, и как там надо отвечать и так далее. То есть вот такой план на сегодня представиться и рассказать вам, что вас ждет, к чему вам готовиться, и задания на первые дни уже. Начну с представления. Меня зовут Маша. Как вы уже поняли, еще не так давно я прошла полную практику прощения. Пришла на практику я с... Я даже не называла это обидой, но с каким-то вот болью от разрыва прошлых длительных своих отношений. И на этой практике моя задача была проработать как эту ситуацию. Проработать как эту ситуацию? Ну, в первую очередь мне, конечно, хотелось проработать только эту ситуацию, но в итоге проработала всего намного больше, и как бы жизнь немножко поменялась после практики прощения. Я, мне 34, я живу в Киеве, я живу часто к родителям в Чернигово, у меня есть вот семья моих родителей, своей семьи пока нету, но у меня есть замечательный пес Ларри, который иногда мешает мне проводить звонки. Вот что я обычный человек, работаю в IT-компании, руковожу проектами, ничего особенного тут такого нету. Увлекаюсь физическими знаниями, очень много времени этому сейчас уделяю в своей жизни, чтобы как-то вот на пути самоосознания, саморазвития продвигаться вперед и не загрязать во всяких материальных вещах. У меня много интересов, и йога, и рисование, и все остальное. На все не хватает обычно времени, поэтому приходится выбирать самое более приоритетное. Вот вкратце, наверное, обо мне. Сама по себе я человек добрый, властный, люблю покомандовать, но разработаю над собой, потому что как бы не самое женское качество это. Вот это вот так вкратце про меня, про свой опыт прохождения практики прощения. Сразу еще одно слово скажу, что для меня это было что-то новое, для меня это был первый опыт такой работы. Я даже до этого даже с психологами особо не работала, потому что считала, что нет необходимости. Вот это было новое. Но многому пришлось научиться. Я думаю, что вам тоже много будет новинку, многому придется научиться. Но самое главное, наверное, это умение слушать и слушаться. Практика прощения, она дает стопроцентный результат, и это точно. Такого, чтобы пройти практику прощения, она не дала вам результата, не может быть, кроме одного единственного случая, если вы, грубо говоря, халявите и не делаете то, о чем говорится. То есть тут очень важно будет следовать тому, что вам говорят, и делать то, что говорят. Этого будет очень много, работы будет невероятно много, это будет сложно, этого будет не хотеться делать, но вам надо понимать, что если вы хотите результата, то вам надо это сделать. Поэтому для меня это был такой очень переломный момент. Мне было очень тяжело с собой работать в этой ситуации, было очень много таких срывов. Я знаю, вот Ксения была в нашем чате, Ксения, наверное, видела очень много разных грозных сообщений и еще чего-то, и слезы всего остального. Но, тем не менее, в итоге по результатам для меня это дало свой эффект, и от обид своих я избавилась. Избавилась от прошлых, и сейчас пока прошло сколько там, семь месяцев с нашего окончания практики, ну, пока новых нет. Надеюсь, что так дальше и будет. То есть эффект есть, но вам надо действительно настроиться на серьезную работу, потому что работа будет серьезной. В принципе, наверное, от меня все. Передаю слово Татьяне, Танюш. Все, всем привет. О себе. Живу тоже в Киеве. Занимаюсь индивидуальным пушевом одежды, рисованием на теле хной, то есть мехенде. И творчеством, в принципе, больше я увлеклась как раз после практики. Раньше как-то отодвигала это. Что еще? Живу с молодым человеком. У меня другие отношения уже давно. Но и эта практика связана с моими первыми лакомиями. У меня на того молодого человека было и обиды, и много боли было. Много было невыплаканных слез, которые я выпускала на практике. Я не думала, что их так много, но тем не менее, было их действительно много. Много было негативных эмоций, которые остались внутри. Я их благополучно так спрятала хорошенько, потому что не хотелось их чувствовать и переживать заново. Но они все равно дают о себе знать и портят жизнь. Поэтому на практике как раз есть возможность все их выплеснуть, почистить свой сосуд, очиститься от всего этого. Что касается практики, как вот Мария сказала, это нелегко. Я столкнулась с новыми для себя технологиями какими-то. Надо много было печатать, материала переработать. Хотя я в жизни не занимаюсь этим абсолютно, и мне надо было это все вводить заново, и на это уходило дополнительное время. Поэтому, кто не знаком, готовьтесь. Очень много всего нового. Ну, по крайней мере, для меня это было. Нужно для практики выделить, осознанно выделить реально много времени и уделять этому, не откладывать на потом, как студенты бывают, перед сессией начинают готовиться к экзамену. Этот вариант здесь не пройдет. Иначе это будет снежный ком, который потом просто не разгребете. Еще эмоционально это тоже нагрузка, ее тоже нужно учитывать, чтобы вы были готовы к этому процессу полностью. Практика мне, по крайней мере, дала возможность посмотреть на вещи абсолютно по-другому, на те ситуации, которые были, переосмыслить, переосознать их, сделать выводы, научиться выражать эмоции, чувства по-другому, нежели на тот момент делала я. Ну, или даже просто я не знала, как их сделать, как это правильно сделать, но практика помогает, там дается масса разных инструментов, которые пригодятся вам в жизни. Вот, в целом, в принципе, все. Мы с Марией так проговорили. Девочки, дальше хотелось бы, чтобы вы, наверное, каждое о себе немножко рассказали, что вас сюда привело, ну, вот такие основные моменты. про себя немножко и почему вы здесь. Возьмите слово, пожалуйста, не знаю. Ксения, может, вы начнете? Здравствуйте, меня зовут Ксения. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Ну, вот с Ярославом я познакомилась год назад, с практикой прощения немножечко начала знакомиться, что это и как. Ну, очень интересно, и понимаю, что есть в жизни на чем работать, потому что и в отношениях какие-то проблемы повторяются, которые были когда-то раньше. И, ну, вот есть моменты, да, которые хочется проработать, то есть внутреннее вот это вот состояние, которое периодически где-то вот оно, как бы это сказать, шатает. Вот, поэтому понимаю, что есть на чем работать. Я вообще проходила уже много разных практик, закончила школу тантры, там тоже нас трясли. Вот, ну, где-то есть еще какие-то моменты, которые все-таки сидят глубоко. И, ну, я хочу от этого избавиться, я хочу изменить свою жизнь и готова все для этого делать. Вообще, я работаю тоже в IT-сфере, вот как Мария, и меня часто спрашивают, а как ты вот, ну, то есть как ты совмещаешь, как будто бы две такие реальности. IT-компания, да, совершенно там все по-другому. И вот какие-то практики, какая-то вот духовность, вот это как два мира. Но кругом люди, и там тоже мы можем быть полезны, вот, делиться знаниями, и это тоже очень здорово. Вот, и, ну, люблю заниматься творчеством, рисую. Ну, в процессе, может быть, что-то добавлю, пока вот так, вкратце. Спасибо. Ксения, я... Ксения, я... Вопрос, я... Можно задать Ксении? Я удивлен, Ксения, честно, удивлен, что вы в IT-компании работаете, я об этом не знал. Я... У меня ассоциация, что вы тренер, что вы вот по женским делам, практикам. А вы сейчас говорите, IT-компания, я не понял. Вы правильно сказали, ассоциации вас и IT, но никак. Так, в моем понимании, это просто, ну, когда... Делайте не то, чтобы призвание. Ну, я могу ошибаться. И скажите, пожалуйста, назовите, девочки, все, пожалуйста, кто будет говорить, скажите, назовите, пожалуйста, вашу боль. Вот четко, ваша боль и ваша самая... Кто сегодня из вас самый большой обидчик, которым вы хотели бы проработать? Потому что прорабатывая обиду самым большим обидчикам, мы учимся принимать боль, не боль, а принимать как урок от всех других. Назовите вашу боль самую большую, да. И на кого это? Да. Ну, тогда я продолжу. Наверное, сейчас моя самая большая боль это бывший муж, потому что я думала, что я уже все проработала, но мой сын сейчас захотел пожить с ним. И, естественно, поднялись какие-то эмоции, как бы... Ну, мы длительное время, 10 лет уже как бы в разводе и особо не общались, но сын захотел пожить с папой, и это вызвало боль, и, наверное, сейчас это самая болезненная такая тема, которая есть вот и всплывает, которая меня тревожит. И... Ну, и, в принципе, с детства мне мама всегда говорила, что я такая всегда обидчивая была, то есть есть вот это вот качество характера, пообижаться, и... Ну, вот это как манипуляция, то есть я сейчас осознаю, что... Ну, что для меня. И хотелось бы это проработать, потому что не всегда я могу это осознать, и... Ну, и сразу вот так вот избавиться от этого. То есть, если даже внешне я это не проявляю, внутренне, оно все равно где-то живет. можно ли, Ксения? Так, отойдем. Спасибо, Ксения, я еще пару слов от себя добавлю. Вот вы сказали про повторяющиеся ситуации, да, это обычно те ситуации, которые нам надо обязательно проработать, и пока мы их не проработаем, они будут повторяться в нашей жизни снова, 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 только каждый раз чуть более большим эффектом, пока, знаете, совсем не приложат к земле, так, чтобы мы уже точно поняли, что, блин, пора что-то делать и что-то менять. Поэтому, да, я думаю, здесь у вас будет возможность, если не проработать напрямую эти ситуации, если они не связаны прямо с обидами, то как минимум понять, как их прорабатывать после этого курса, у вас понимание такое появится, и что с ними делать, вы тоже поймете. То есть, здорово, вы там, где надо. Спасибо большое, Ксения. Танюш, тебе есть еще что-то? Я счастлива, что я с вами. Нет, нет, ничего, было приятно познакомиться уже вживую. Спасибо. Спасибо большое. Вероника, вы продолжите, пожалуйста? Да, конечно. Всем здравствуйте, меня зовут Вероника, мне 56 лет, у меня две взрослые дочери, да, одной 30, другой вот 5 ноября будет 29, у меня погодки, да, у них ровно год и девять разница. Старшая дочь живет в Киеве, работает, младшая в Одессе, я сама живу в Одессе, по образованию я учитель английского языка, но в силу обстоятельств я работала совсем чуть-чуть и потом сидела в декретном отпуске, вот, и после того я посвятила, получается, большую часть времени замужем именно своим детям, и вот, когда они заканчивали уже в школу, так получилось, что я пошла на курсы мастера маникюра, и вот уже долгое время работаю мастером маникюра, и уже шестой год мастером по татуажу. Моя самая большая боль, я думала, что вот так же, как и Ксения, что она у меня уже зажила, потому что я 21 год прожила в браке с самим бывшим мужем, и потом мы расстались, ну, по его инициативе, потому что он нашел себе другую женщину, встретил другую женщину, вот, но этим летом мой мужчина, с которым я вот познакомилась на Новый год, вытянул меня на йога-фест, который проходил в Затоке, вот там я познакомилась с Ярославом, и вот у нас была консультация, вот Ярослав, кстати, сказал мне какие-то такие вещи, о которых я где-то в глубине души догадывалась, но не хотела, может быть, их признавать, и как оказалось, что эта обида, ну, мне казалось, что я его уже простила, потому что и дети мои уже, старшая меньше, младшая больше, тоже его уже, ну, как бы, отпустили эту обиду, все хорошо, но на самом деле, как оказалось, это все внутри меня, и я просто сама о себе думая, я понимала, что начав новые отношения, вот почему-то какие-то постоянно вот эти зацепки, и я понимала, что что-то не так происходит, меня это волновало на самом деле, но сама себе в этом не хотелось признаваться, вот так, и... Вероника, простите, пожалуйста, девочки, девочки, а кто под айфоном, пожалуйста, замьетесь, очень мешают шумы собака там, или что-то. Мария, скажите, пожалуйста, как отключить микрофон, потому что я вот тоже попытаюсь выключить микрофон, я не знаю, как это сделать. Кнопочка мьют, микрофончик такой нарисован. А почему-то у меня не нарисован. Что сделать, я чуть не поняла. Это не вам, Вероничка. Нажала на экран, и... Не, не, Вероника, вам не нужно, это всем остальным желательно выключить микрофон, потому что лишние шумы мешают слушать. Друзья, я подсказочка, для того, чтобы появилась менюшка, где микрофон или видео хотите включить или выключить, нужно нажать на экран, и появится внизу менюшка мьют, и экран включить или выключить. Окей. Появляется? Спасибо. Да, 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 да. Спасибо. Ну, еще что, я таки сама для себя понимала, что, ну, что у меня действительно очень-очень мало энергии и дети мне постоянно говорили, то есть, сделав какую-то небольшую там, ну, что-то сделав, вот как-то, и радости у меня не было, вы понимаете, вот вроде бы, я познакомилась с этим мужчиной на Новый год, да, вот совершенно случайно, вот, поняла внутри себя, что, не знаю, почувствовала, что вот это он, да, и вроде как нормально все, но не было такого, вот знаете, вот что было действительно хорошо, вот, вот, и я благодарна очень Ярославу, что вот он предложил мне пройти этот курс, честно скажу, я настолько нервничаю, что меня уже трясет и морозит, да, я такой очень эмоциональный человек, но мне, правда, очень-очень этого хочется, потому что вот йога-эс был в августе, и вот весь сентябрь я все это себе прокручивала в голове, и это, ну, наверное, это время нужно было для того, чтобы я окончательно выделилась в том, что я хочу, это, ну, вот, пока все. Вероника, благодарю, переживать не надо, мы здесь, мы здесь становимся семьей в процессе практики, мы становимся единая семья, потому что вы будете работать очень плотно друг с другом каждый день, и с нами, и с кураторами, и с участниками, и мы будем раскрываться, мы будем выкладывать то, что у нас есть, чтобы учиться понимать друг друга и учиться говорить. Мы знаем, что когда обида, это закрытая пятая чакра, значит, четвертая чакра закрытая и пятая, и это то, чем мы будем вас учить, что у вас будут создаваться естественные условия для того, чтобы вы научились говорить, а с говорилкой вашей открывания вашего сердца, проявления внимания, заботы к такому же партнеру по цеху, это лаборатория у нас, где мы изучаем, как избавиться от обиды. И я хочу вам напомнить, что вы все с каждым новым потоком расширяете процесс изучения, как избавиться от обиды. Мы сегодня передадим вам знания, которые мы на сегодняшний день освоили, изучили. Вы его расширяете. Мы все здесь для того, чтобы расширять этот процесс. И каждый новый поток, он всегда дает больше, больше, больше и больше. Поэтому у вас на практике прощения будет всегда версия первая, классическая, с которой мы начали, и апгрейднутая версия, которую мы получили на данном потоке. Ваш поток номер два, а затем вы будете давать поток три и так далее. И так что, Вероника, мы здесь для того, чтобы другую помогать. То, что вы педагог, это уже здорово. Вы педагог, это уже здорово. Это у вас педагогические знания. Вы мама двоих детишек. Вы супруга. У вас есть огромный опыт. Вас еще поделится. И вместе мы обменимся этим процессом. Это здорово. И благодарю вас. Думаю. Да, Вероничка, я тоже со своей стороны хотела бы добавить. Спасибо вам большое за то, что вы открываетесь уже здесь на первую встречу. Это очень здорово, очень приятно, что у нас сразу такие доверительные отношения строятся. Мне ваш опыт очень знаком. Я тоже думала, что я все простила, все забыла, и у меня уже ничего нет. Но наш ум, он так очень умеет все фигурно и красиво под ковер закопать, все забетонировать, заклеить, красивую бумажечку сверху наклеить, блестяшечку такую, звездочку, и кажется, что все хорошо. Вы знаете, мне очень приза копоть, что не было радости. У меня вот тоже вроде как была радость, но всегда было такое внутри «но». Типа все хорошо, но вот там у меня болит, вот там меня обидели. И на этой практике я лично от этого избавилась, поэтому я уверена, что у вас тоже все получится. Не переживайте, мы с вами для того, чтобы вас поддержать. Работы будет много, но мы справимся, мы это сделаем. Так что все хорошо. Очень рада, что вы с нами. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Маша. Танюшка, тебе есть что добавить? Хотела бы добавить. Смотрите, здесь нам важно создать такое доверительное пространство друг к другу, чтобы каждый чувствовал себя безопасно. То есть для того, чтобы вы могли раскрыться, рассказать про свою какую-то боль, у меня такая просьба и предложение, то есть мы не распространяемся вовне информации о других людях, чтобы каждый мог довериться и раскрыться, не опасаясь, что где-то кто-то там что-то узнает, личную информацию. По поводу, вот Пироника, вы тоже проговорили, Маше, что не было радости. Вот у меня было то же самое в плане, что какое-то глубинного переживания, что я рада или я смеюсь от души, вот этого не было. Оно, делаешь вид, ты улыбаешься, играешь какую-то роль, потому что вроде как бы там надо, но глубоко ты не переживаешь этих состояний в принципе. И что механизм, который я отследила, то есть когда мы не позволяем себе переживать негативные эмоции, ну там злость то же самое, мы там вытеснили, мы её не выразили когда-то, да, то есть это не даёт нам переживать и позитивных каких-то состояний. Оно просто блокируется, и то, и это значит, мы себе в принципе не разрешаем что-то проявлять, чувствовать вот глубоко. Вот, на этой практике можно это всё как раз проработать и выпустить этот негатив, с помощью которого потихоньку начнёт трансформироваться ваш внутренний мир, и радость, какие-то нотки потихоньку вы будете их находить, где, в чём. Вот, и всё-таки лучше. Всё, поэтому... Да-да. Вы понимаете... И девочки, вы будете это делать много, у вас будет очень много возможностей говорить, кричать, радоваться, смеяться, плакать до тех пор, пока вы не выведете всю эту боль. И вы помните, Ника, когда вы начали наши первые встречи, когда вы начали говорить о своей прошлой жизни, о отношениях, насколько вы сразу, у вас слёзы к городам полились? Тут слепой бы, слепо видит и глухой услышит, что это... Вот, представляете, вот просто я хочу, чтобы вы прочувствовали, вы сравните это своё состояние сегодня с тем, которое будет у вас по окончании курса, и каждый день вы будете делать отчёты для себя, сравнивать, какое ваше состояние. Как человек может наслаждаться жизнью, когда он наполнен вот этими эмоциями, не выраженными, не негативными. Когда он видит всё через призму тёмного, а то и чёрного. Представляете, сколько не получает человек в своей жизни, когда его сердце закрыто, когда он вот в этих окулярах, вот в чёрных окулярах, которые жизнь его просто делает чёрной, тёмной, совершенно в другом виде. И это здорово, что вы это осознали, что вы... Ну, два, я говорю, два есть двигателя прогресса основных. Это мотивация и это боль. Мотивация для тех, кто использует разум и говорит, окей, мне не нужно ставить пальчик в визитку, для того, чтобы понять, что там больно. А я это изучил уже на опыте других людей. И боль — это когда ты суёшь туда всё-таки пальчик, понимаешь, что больно, и понимаешь, что больше туда не надо делать. Мы сейчас находимся в процессе боли, которая заставляет нас двигаться дальше. И мы должны благодарить эту боль, слава, что она есть. Всё, натерпелся выше крыши, вперёд. Это ваша мотивация, первое. И второе, важное, вы по мере развития будете мотивироваться, что «Эй, я хочу быть лучше, я хочу быть в совершении, моя лучшая версия, я хочу быть сегодня, быть лучшей версией себя вчерашней». И вы видите, как жизнь будет ваша меняться совершенно, девочки, по-другому. Она будет совершенно иначе видеться в вашем пространстве. И то, что раньше вам казалось серым и блеклым, вы увидите сегодня яркие краски, вы увидите, что люди вам начнут улыбаться, вы увидите больше людей счастливых вокруг себя. Мы отражаем, мы получаем то, что мы имеем внутри. Если ты в угурюмом состоянии, ты в негативе, ты будешь видеть вокруг всего негатив и мусор. Как только ты начинаешь светиться, ты видишь, «Эй, слушай, столько людей появилось ярких, слушай, дом стал краще, мой двор, в котором я жила столько лет, какой-то покрасивел». И вы будете наблюдать, как каждый день меняется ваша жизнь, она становится более яркой, более светлой. И это здорово. И дополню по поводу пространства. Да, что Таня напомнила, сказала, Ну, это в рабочем пространстве, в рабочем порядке мы, в правилах у нас все прописано. Да, пространство, которое мы создаем в нашей полной практике прощения, принятия, просветления, это доверительное, естественно, пространство. Это свои люди, которые, где ты можешь, знаете, какое-то общество, мне нравится аналогия, общество адонимных алкоголиков, где ты приходишь в пространство, и ты обсуждаешь свое простое, человек, который с тобой такой же, как и ты. Вы коллеги по лаборатории. Вы можете быть открытым, и вы курируетесь, вы сопровождаетесь с людьми, которые сами через это прошли, которые знают, я проходил, я первый, кто прошел этот процесс. В 2010 году я начал этот процесс освобождения от обиды. И мы расширяем, расширяем, расширяем его, расширяем. И мы сегодня дошли до состояния, когда мы можем позволить себе делиться этими знаниями, полноценным курсом для всех, кому это нужно, кто готов от этого избавиться. Поэтому готовьтесь, что вы будете все рассказывать, вам придется слушать, делиться, вы будете изучать опыт друг друга, тем самым расширять, и видеть, эй, у меня не все так плохо оказалось. Спасибо большое, Вероничка. Звитана, продолжите, пожалуйста. Да, доброе утро. Слышно я меня? Да, слышно. Доброе утро. Доброе. Ну, во-первых, это очень для меня утро. Я встаю вообще в 12. Это очень страшно. Я мама троих деток, младшие 5 месяцев. Наверное, больше всего я обижена на мир, потому что я не знаю, куда идти, я не реализована. Ну, вот как-то так. Живу без радости. Часто впадаю в депрессию, вот такие у меня качели туда-сюда. Чуть-чуть начала раскопки, немного я раскопала из детства обиды, но они очень глубоко щадят, я сама не оправдаюсь. Где-то там какие-то есть, где-то у меня долетают, обрыв твои воспоминания, но я и с ними не могу работать. Ну, сижу дома сейчас. Я расслаблю вас, вас не слышно, у вас микрофон выключен. Очень много сплю, очень много ем сладкого. Кстати, знаете, почему обычно люди едят сладкого? И спят много. Я вам сказал, что будете мало спать, я вам говорил, что будете мало спать и будете мало есть. Почему? Потому что, что такое много сплю? Когда ты устал, когда ты нервничаешь, когда ты в агрессии, в негативных эмоциях, тамосе находишься, в невежестве гуни, естественно, тебе нужно больше энергии, чтобы остановиться. Верно? Да. Соответственно, когда человек становится более благостным, он тратит намного меньше энергии. Он намного меньше кушает, потому что не нужно ему энергии лишней. Он уже наполнен. Окей? Не знаю, что еще сказать. Очень хочу пройти эту практику, очень хочу освободиться от этого всего болота, которое нависло. Скажите, пожалуйста, что вас толкает, что вас заставило, вот вы говорите, хочу учиться, это очень важный момент, мотивация, желание, что мы говорим, будут препятствия, будут трудности. Как спортсмен, пришедший к тренеру, такой видит, о, олимпийские звезды, хочу быть олимпийским чемпионом, это классно. Но за этим стоит тяжелый труд. Что мотивирует вас, чтобы готовы, вот столько лет вы это не делали, сейчас вы хотите это сделать? Скажите, пожалуйста. Ну, очень уже надоело это болото мое, хочется из него вылезти, конечно, увидеть где-то свет вокруг, и вокруг в том числе, потому что кругом одно, видишь, как вы говорите, все, ну, весь негатив, поэтому все, выходишь на улицу и видишь один негатив, хочется видеть один позитивный. Можете микрофончик, простите, пожалуйста, микрофончик поближе, немножко, чтобы вас было слышно. Попробуйте микрофончик, микрофончик поближе, возможно. Попробуйте. Скажите, скажите слово. Слышно? Ага, можно поближе, еще поближе, прям поближе, прям, да, чтобы было слышно. Поближе, не стесняйтесь. Прямо его к себе вот так вот, к губам. Вот, тогда вот так вот могу, меня видеть не, видно не будет тогда. Слышно меня? Слышно, хорошо бы вас видеть, чтобы глаза было видно. Ладно, попробуйте, давайте, что-то среднее, хорошо, пускай будет, хорошо. Так, ну, движет меня, даже наконец-то вылезти из этого болота и начать жить с радостью, дарить людям радость и видеть вокруг радость. Видеть вокруг счастья, чтобы все светилось, а не видеть вот эти вот заблудшие души, которые ходят угрюмые на улице и у тебя зеркалят. Обзовите вашу боль, пожалуйста, боль у вас на кого? Хорошо. Яшостно. Значит, и то есть вы сегодня, ну, вас никто не слышит, Не слышит, что мы говорим сейчас, никто не слышит. Хорошо. Вы только кивайте тогда, хорошо, я понял вас. Значит, получается, что у вас боль сегодня на вашего, на тех людей, которые находятся рядом с вами, в вашем окружении, правильно понимаю? Окей. Как давно это длится, скажите, пожалуйста? Ну, какое-то что-то из детства, что-то сейчас наработано, но в основном только... Это родители ваши? Да. У вас нет возможности, на время практики у вас нет возможности побыть хотя бы вот первые там две недели в практике уже самой, где-то в месте, где вы будете подальше от тех людей, которых вы обижаетесь? Ну, совсем это нету, но если на время эфира, то я что-то придумаю, как это все... Нет, нет, а эфира, да. Когда мы будем говорить, нам нужно, что вы говорили, конечно, на вашу открытость, естественно. И вам нужно будет иметь, вам нужно место будет хорошее найти, где вы можете записывать аудио и все прочее, потому что у вас будут откровения, у вас будут исповеди, и вы должны это делать открыто, не боясь, что кто-то услышит. Это очень важно. Очень важно. Ну, место такое, место такое будет, я часто гуляю на улице, то место будет. Улица, это хорошо, но все-таки три месяца, будет уже холодно, вам нужно позаботиться, чтобы у вас было пространство, где вы, ваша единственная, пускай она будет метр на метр, но там никто вам не мешает, что вы можете быть откровенно сама собой. У нас каждый день у нас будут откровения, вам нужно будет записывать видео, аудио, и говорить то, что вы чувствуете, выражать прямо, не подавлять, что там кто-то, мама, папа услышит, или девушка, бабушка, окей, а именно говорить, что я чувствую, это очень важное условие. И еще раз напомню, друзья, значит, то, что было записано в видео, очень важно создать себе максимальное, смотрите, какие бы вам не давали прекрасные знания, а знания просто замечательные, это редкостные, это наша авторская методика от Академии отношений Беда-Дом, тренингового центра Гриммэнер-Лайф. Вы нигде не найдете технологию, которую используем мы. Я изучил за последние 7 месяцев, находясь в Индии, 4 практики, которые, огромные известные практики, которые сегодня используются, и они используются с 1973 года на маркете, и нет того, что предлагаем, нет того, что делаем мы. Технология уникальна. Я благодарю Вселенную и Всевышнюю за то, что он дал нам эти знания. Но для того, чтобы они работали, нужно создать условия. И условие номер один, это поработать, трудиться, выполнять все задания добросовестно, окей, и создать себе условия, в которых вы это можете делать. Это значит, где вы можете проявлять свои эмоции, говорить то, что вы чувствуете, то, что вы можете, то, что вы хотите, окей. И одно из также важнейших условий, это избавить себя от токсинов, избавить себя от того, что создает тебе негативные эмоции. А именно меня слышно? Да. А именно на время практики мы не кушаем мясо. Мы не кушаем мясо, мы не кушаем тех продуктов, которые, не принимаем те продукты, которые вводят нас в тамус, в гуну невежества. Ну, если ты хочешь почиститься, ты идешь, моешься в душ и тут же заходишь в грязную комнату. Какой смысл, да? Туда, сюда, обратно, может, как неприятно. Поэтому у вас должно быть место, где вы можете это делать беспрепятственно, максимально открыто, и вы не употребляете продуктов, которые вам, вводят вас в гуну невежества, и очень важно, очень важно, чтобы быть подальше от людей, которых вы держите обиду. Окей? Все, благодарю. Продолжайте, пожалуйста, Зарина. Звитанова, еще что-то скажете, добавите еще что-то? Ну, по-моему, я уже все сказала. добавить. Наверное, очень не волнуйтесь, меня подташнивает. Эй, не волнуйтесь, что такое? Вас никто здесь не... Никто вас ругает, но тебе бы помажешь, мы все свои. Эй, что такое? Всего? Мы здесь все для того, что собрали, чтобы помочь друг другу. Эй. Вас здесь никто не будет ругать. Но, будут ругать, я буду вас ругать, я буду сильно ругать, но это во благо, с любовью. Знаете, есть разница, когда ругаешь невежество, да? А есть, когда ты ругаешь с любовью, когда ты вот заботишься о своем любимом человечке, как тренер ругает спортсмена. Он редко, тренер доволен, только пять минут, может быть, там, один день. Но потом, потому что есть дальше, и дальше идем, идем. Пока не мы найдем к финальной цели. И я вас буду ругать, и очень сильно буду ругать. Вам пару буду ругать так, что у вас будут градом лица, но это во благо. Помните, что это все во благо. Для того, чтобы помочь скрыть вам ваши закатанные обиды под асфальт и начать радоваться жизни, потому что это забота. Окей? Благодарю. Во благо. Спасибо большое, Азитана. Искренне верю в то, что практика вам поможет, но все в первую очередь зависит от вас. Еще парочку слов со своей стороны не могу не сказать. Посмотрите на Ярослава, он всегда улыбается, всегда жизнерадостный, и что бы ни происходило, он от него всегда вот прет эта энергия, типа, вау, все круто, это такая звезда и бомба. Это к тому, что это возможно, это бывает, и люди так живут, и люди видят мир в ярких красках, и зачастую мы видим мир таким, каким мы видим себя внутри. Но вы знаете, наше внутреннее состояние мы переводим на внешнее. Ведь иногда смотришь на дерево, и оно никакое, иногда смотришь, и думаешь, блин, какое красивое дерево, как я этого раньше не замечал. И это только наше внутреннее состояние. Все у нас в голове, и все у нас внутри. Как только мы поменяемся вот здесь внутри, сразу мир приобретет яркие краски. Хотя, по факту, ничего не поменяется, ничего не изменится в мире. Но ваше видение этого мира изменится. И я просто хотела сказать, что это есть, это возможно, и люди так живут. Надо самим просто научиться это делать. Ну, это не так просто, но тем не менее, мы здесь для того, чтобы как раз и это проработать тоже. Так что я надеюсь, что все получится. Танюшка, у тебя есть что добавить еще? Да, тут вы говорили про сладкое. Ну, я не могу сказать, что я прям сластеная, много ела его, но отказаться от него у меня вообще не получалось. Я не могла пить чай там без сахара или хоть что-то, да не съесть там какую-то конфетку. До практики это вообще просто не получалось. Я не могла это сделать. А после мне как-то намного легче стало. То есть я выбираю там, есть вы или нет. И нет такой потребности, что мне вот прям все надо. То есть как-то намного легче эти процессы происходят. Ты понимаешь, почему. У тебя есть какая-то мотивация. И окей, мне это важнее, но мне не так важно там есть сладкое, грубо говоря. С собой как-то управлять и работать стало намного легче. И то, что касается самой практики, я думаю, что все получится. Главное – желание, мотивация и настроиться на то, что идти до конца, не глядя ни на что, потому что будет сложно, но результат того стоит. Вот у меня все. Можно я добавлю пару минут? По поводу сладкого я не договорил. Девочки сказали по поводу сладкого. Я хочу напомнить, что сладкое – это вкус. У нас есть пять органов чувств. Пять органов чувств. Вижу, слышу, обоняю, сезаю, вкушаю, которые дают нам удовольствие от жизни. Так же, как есть шесть, по-моему, вкусов или девять в пище. И говорится, что если мы получаем все вкусы от пищи, все шесть вкусов и получаем удовольствие от всех пяти органов чувств, то мы тогда получаем удовольствие от жизни. И по результату, что получается, когда человек обижен, у него все, смотри, у него там глаза, через глаза, на глазах черные очки, в ушах кляпы стоят или какие-то исказители, неприятно, когда к нему прикасаются и так далее. То есть, человека, источник позитива ограничен, очень ограничен. И самое такое, что уже никто не поменяет, кроме него самого, это пища. То есть, в конце вечера подходит итог дня, ум спрашивает, а доволен ли я, получил ли я достаточно зарядки, чтобы мне завтра стать с новыми силами. И он такой проверяет, да нет, что-то не хватает, радости не хватает. И вот эта радость мы компенсируем за счет еды. Потому что ты положил, что-то вкусненькое, сладенькое на язычок, и у тебя уже приятно, вроде удалось. И таким образом мы замазываем, закатываем и заглаживаем ту обиду, которая у нас есть, которая на самом деле не дает нам возможности полноценно радоваться жизни. это по поводу еды. Ну и тут Мария сказала по поводу меня радующегося. Друзья, я таким не был радующимся, скажу вам точно, до 10-го года точно я не был таким радующимся. Ну, я был, я боксер, знаете, я по жизни боксер, я так, я спортсмен, я боксер, я с 10 лет занимался бортом, и мастер спорта по боксу. И я себя всегда помню таким ходил сутулым, вот таким вот, вот таким напряженным, поймаешь, как бы так, ну, война, кругом война, понимаете, вот я вот так относился, с детства меня воспитывали так. И только вот осознав, осознав, когда я пошел, начал заниматься изучением индийской культуры, полтора года проучился в академии отношений, хотел сказать, ведодом, в академии ведической, пришло осознание, ко мне пришло осознание о том, что я есть причина всех причин. И вот с этого все началось. Я осознал, кто я, для чего я здесь, и как все со мной происходит. И после этого началось мое расширение понимания того, что нет тех, кто хочет меня обидеть, сделать мне больно, а это напоминание, это все для меня. Но если бы вы видели меня, каким я был в 10-м году, до 10-го года, на фоне у нас Мария. Всем привет! Здравствуйте! Здравия, Мария! Здравствуйте! Привет, девочки! Здравствуйте! Здравствуйте, Ярослав! Я в этом зуме первый раз, я тут, возможно, мешала кому-то, я никогда не пользовалась, поэтому надеюсь, меня хорошо слышно. представлюсь, меня зовут Мария, мне 23 года, я живу в Киеве, работаю администратором, также я учусь в университете, последний год испанским, учителем испанского и зарубежной литературы. Что меня привело на курс? Я уже давно изучала, увлекалась, ну как, не прям давно, наверное, были у меня моменты в жизни, когда вселенная давала мне возможность как-то познакомиться вот психологией, эзотерикой, даже когда я еще училась в школе, ко мне попала в руки такая книга, очень случайно, может кто-то слышал книга о неограниченных возможностях? Никто не слышал? Нет, нет. В общем, и там, получается, было 9 экспериментов доступных, как вообще меняется сознание человека, на что именно нужно направлять свой фокус внимания, и тогда уже началась вот такой толчок трансформации легкой. Вот. Дальше я изучала тоже на разных курсах и самостоятельно старалась применять это на практике и в теории. Касательно того, что вот касательно обид, конкретной какой-то обиды на конкретного человека у меня вот сейчас нету, потому что я уже прорабатывала это ранее. но это не значит, что их нет вообще, я уверена, что я это знаю, это чувствую, что во мне еще осталось много стен, которые закрыты во мне, которые мой мозг еще не может открыть. И это обиды и на семью, это детские обиды, это детство, которое очень долго нужно прорабатывать всем. У меня много обид на маму, потому что в детстве сложилось так, что она часто уезжала в другую страну работать, и моим воспитанием занималась бабушка. Также обида на отца, потому что он очень рано ушел из жизни. Вот, хотелось бы это все проработать. Также тоже вот обида на парня, с которым у нас было пять лет отношений, мы расстались. Но сейчас вот у меня нету такой, знаете, сильной обиды, которая меня разрывает. Я уже, опять же скажу, уже проработала многое. Сейчас я уже понимаю, какие ошибки были у меня, у него, что инициатор этих обид, возможно, была все-таки я. Невозможно, я уверена, что это была я, там очень много у меня было ошибок. Поэтому ну, в общем, я знаю, что еще есть куда расти, я знаю, что еще есть очень много, чем работать, поэтому надеюсь, что у меня все получится. У вас такой интересный курс вообще, я много раньше пробовала курсов, у нас там были, получается, в Инстаграм, и, допустим, вот один человек рассказывает, и все общаются в режиме переписки, а у вас так, ну, интересно все, можно на каждом увидеть, посмотреть, это вообще что-то новенькое, в общем, мне нравится уже. Ярослав, вы замьючен. Если еще есть какие-то вопросы, а, у меня еще к вам вопросы, я хотела вас еще спросить. Вот это хороший студент, сразу стоят вопросы, молодец, отлично. Это проактивный ум, это вот такие люди, это двигатели прогресса, это двигатели прогресса, когда ты активно относишься к процессу, не просто простым наблюдателем или слушателем, одно вошло, другое вышло, а сейчас человек задает вопрос, значит, он уже думает, супер, молодец. по поводу графика. Скажите, пожалуйста, у нас всегда будут вот эти вот собрания, наши встречи, эфиры в это время, или у нас будет плавающий график? Да, Мария, у нас будет плавающий график, мы будем с вами договариваться, во-первых, по мере вашей готовности, во-вторых, по мере, ну там, в зависимости от того, когда вы будете готовы, мы будем договариваться о созвоне и, соответственно, время, то есть это будут выходные, это будет утро, это будет вечер, мы будем вот это, это мы будем договариваться, у нас нету конкретного сейчас расписания встреч, потому что очень много «но», и все будет зависеть от вашей динамики, как вы будете группой двигаться, как вы все, не вы одни, а вся группа, это групповая динамика, мы работаем в группе, как мы в группе будем продвигаться, вот в зависимости от этого будем уже определять наши последующие встречи. Но работать с вами мы будем каждый день, то есть не будет ни одного дня, чтобы вы чего-то не писали, не давали и так далее. Но мы чуть-чуть детальнее, это покроем чуть позже. Да, ещё? Да, ещё вопрос такой. Сколько раз в неделю у нас будет именно занятие такой теории? Я так понимаю, вот сейчас мы общаемся, и потом у нас будет какая-то практика. Ну, как я себе представляю. Абсолютно верно. Смотрите, да. Давайте мы этот вопрос, у нас буквально следующий пункт будет о том, чего ожидать и как это всё будет проходить, мы там это покроем, хорошо? Чтобы мы уже так более глобально всё рассказали. Тогда там, если что, то вы позадаете ещё свои вопросы, хорошо? Спасибо. Можно добавить 5 копеек? Да, Мария сказала, что вы, Мария, вы сказали, не Маша, а Мария, наш новый студент. Мария сказала, что... Мария, я вас не вижу, Мария, вы здесь, на экране? Да, я здесь. Да, вы сказали, что... Да, я проработала свои обиды, я поняла, в чём я не права, и я поняла, в чём был не прав он. Да, есть такое. Что это уже говорит? Когда я принимаю всё, если я всё принял, у меня нет никого, кто не прав. Они все для меня. Я причина всех причин. Я создаю реакции, action-reaction, я действую, получаю реакции. Я выбираю, мне обижаться или мне радоваться. И если я подумала на ситуации, говорю, эй, я поняла, что ты сделал неправильно, ты сделал то, то, то неправильно, ты понял, да? Так что иди, дорогой, учись. В общем, ну... То есть я снимаю с себя ответственность в этом случае. Верно? Да, да, верно. То есть, когда я... Если я в осознании ситуации, которая у меня произошла, я нашла, что я сделал не так, здорово, супер. Самое главное, я должна задать себе вопрос, для чего это мне? Что мне это помогает развивать? Что мне нужно развить в этой ситуации? Как это поможет мне стать более терпимой, более реальной, избавиться от гордыни, быть более сердечной и так далее? Но когда я... Как только я сказал, ага, это все произошло потому, что вот он поднял тон голоса, он посмотрел не тем взглядом, он сказал не те слова. Ну, в общем, я снимаю с себя ответственность, и я уже не беру полноценно тот списочек задач, которые мне нужно пройти. Понимаете? Да, да. То есть в истинном принятии процесса прощения я нахожусь в состоянии, когда я задаю вопрос, для чего это... А что здесь для меня? Что здесь хорошего для меня? Я благодарю человека. Да, я эмоции выветриваю, появился рептильный мозг, но затем, когда включается разум на чистом теле, мы задаем вопрос, а для чего это мне? И я это искренне пытаюсь найти, понять, я понимаю, что я что-то здесь прокололся, я что-то здесь нашкодил. И мое это развитие, зона моего развития. Я не могу никого поменять против его воли, верно? Даже поменяв его, я все равно, я должна поменяться. Меняя себя, самое простое, это поменять не меня. Как я смотрю, я муравей, пример, простой муравей и бабочка, муравей, кушающий бабочкой. Я на стороне муравья или на стороне бабочки, или на стороне наблюдателя. Как я к этому отношусь? Меняя себя, свое восприятие, мы меняем мир вокруг нас. И вот это именно показано того, что я еще неправильный подход к ситуации, что есть над чем работать. Благодарю. Я хотела добавить такой момент всем участникам. Нужно будет подумать о конкретной обиде и конкретном человеке. Ну, может быть, это группа людей, может быть, такое. Но нужно определиться, с какой именно обидой вы готовы работать. И лучше выбрать самую сильную, где можно больше всего боли, и ее проработать, начать с нее. Но определиться всем это необходимо будет. Дальше там в инструкциях мы будем давать описание, как это сделать лучше, на что обратить внимание. Но подумайте, пока у вас еще вот сейчас есть время, чем вы хотите именно столкнуться и проработать. Вот. Остальное дальше у нас... Мы хотели поговорить уже о практике. Время у нас ограничено. Вот. Я слово передаю Марии. Она начнет. Спасибо, Танюш. Да, сейчас расскажу. Опять-таки, за ограниченностью времени я в двух словах буду рассказывать о практике в целом, как она будет проходить, и потом еще по каким-то правилам пройдемся, основным вещам. Смотрите, сейчас у вас будет такой некий подготовительный этап, чтобы вы поняли, что это такое, что такое обида. Это вот теоретический блок, скажем так, чтобы было понятно, что такое обиды, как с ними работать, как будет проходить практика в деталях и так далее. То есть есть блок информации, который вам необходимо будет обработать. Это такой подготовительный блок. Мы задания начнем выкладывать уже, начиная прям с сегодняшнего дня, в канал, в Телеграме, и вам надо будет проработать эти задания. Это такой подготовительный блок, набитие теоретической базы, чтобы вы понимали лишь то, к чему, зачем, какие-то основные инструменты. Вам это будет на самостоятельное ознакомление, и в любом случае любой материал, который вы будете прорабатывать, есть определенные правила, как прорабатывается материал, поэтому там это будет дальше покрыто. И по каждому обработанному материалу вам необходимо будет дать обратную связь, чтобы и вы, и мы поняли, что вы его проработали, закрепили. То есть мы начинаем с такого теоретического блока и блока домашней работы, домашних заданий. Сказала, что выкладывать начнем уже сегодня. Единственное, о чем мы вас попросим, это чтобы вы посмотрели на объем и определились плюс минус со сроками, когда вы сможете это сделать. В любом случае, вам каждый день надо будет уделять этого время, каждый день что-то делать, иначе мы с вами продвигаться не будем. Поэтому посмотреть на объем и надо будет вам определиться со сроками, сколько вам времени на это потребуется, чтобы сказать, когда вы будете готовы. Когда вы этот материал проработаете, мы уже приступим непосредственно к шагам практики, непосредственно к работе над вот этими нашими моментами, нюансами, которые мы пришли сюда проработать. Всего в практике будет три шага. Первый шаг – это физическое выветривание, второй шаг – идеальное выветривание, третий шаг – это духовное прощение. Эти каждый шаг, они не зря идут в определенном порядке. Каждый шаг в своей последовательности делается, и у каждого шага своя задача. Задача физического шага, физического выветривания – это вскрыть вот этот первый слой эмоций, который у нас есть, и выплеснуть все эти эмоции. То есть вот эти вот грубые эмоции, которые у нас остались, у кого-то агрессии, у кого-то слез соплей каких-то. Ну, в общем, тут могут быть разные проявления, но задача физического шага – это выветрить вот эти эмоции, которые лежат на самой поверхности. Пока мы их все не выветрим, мы не сможем с вами двигаться дальше, потому что они нам будут постоянно мешать. Находясь в агрессивном состоянии, вы не можете ничего принять, проработать, ну, ничего-нибудь, знаете, как такой шоры такие, которые не дают вам ничего сделать. Сейчас вам может казаться, что у вас агрессии нет, это вполне нормально, я тоже в свое время так думала, но вот эта вот та боль, которую я чувствовала, вот она прям физическая была. Вот, то есть это может быть не агрессия, но может быть такое проявление, ее все равно надо будет выветрить. Надо будет вдоволь поплакать, то есть все, все те эмоции, которые мы проявляем с вами на физическом уровне. Поплакать, побить, поругаться, поорать, поколбасить, порвать, порезать, ножом потыркать, то есть, ну, тут дальше у каждого своя фантазия, насколько хватит фантазии, но это то, чем мы будем заниматься на первом шаге физического выветривания, то есть наша задача будет выветрить вот эти все физические эмоции, вот этот вот первый уровень, уровень вот этих вот первых реакций. После того, как мы с вами... Ярослав, я не знаю, вы, если хотите что-то добавлять, то вы вклиниваетесь, хорошо? Окей. Да, да. То есть это будут страхи, девочки, большие. И почему я говорю здесь? Очень важно. Вы должны быть в пространстве, где вы можете выражать себя полноценно, все свои эмоции, потому что причина обиды – невыраженные эмоции. Причина обиды – невыраженные эмоции, потому что эти эмоции подавляются вовнутрь, и там они начинают вас съесть. У вас печень, почки, селезенки и все остальное доходит до рака. Те, кто не выветрит эти процессы. Поэтому будем вскрывать, будем вскрывать все закрытые, шаг за шагом капусты листы, один, второй, третий. Казалось бы, у меня целая капуста, все нормально, все хорошо. Да ни хрена, ничего тебе не хорошо. Раз ты не можешь радоваться жизни полноценно, значит, тебе уже что-то нехорошо. Окей. Слой за слой вы выдаёте до того момента глубокого детства, где вы поймёте, где же вся эта причина началась, причина всех причин. И напоминаю вам, что обиды начинаются, наша обиды, формирование нашей личности начинается с чего? С момента зачатия, с момента, когда вы ещё находитесь в родной матери, когда вы на тонком плане улавливаете вибрации, которые присутствуют в окружении ваших родителей, мамы и папы, где они находятся, что они делают, о чём они думают, как они думают, рожать вас или не рожать, сделать аборт или всё-таки родить вас. Как они говорят, в какие вибрации они находятся, это всё складывается там. Затем сам процесс род, как вы проходите роды, насколько ваши роды, вы кесарем вышли или вы проходили естественным образом. Какие роды были? Мягкие, хорошие, лёгкие, радостные или это были трудные роды? Всё, что все процессы закладывания, того, как мы воспринимаем мир, насколько открыто наше сердце, закладывается именно там. И у вас будет возможность максимально пройти глубоко для того, чтобы найти первую причину того, что сегодня позволило вам находиться в обиде. Именно осознав первую причину, вы сможете, и проработав её, вы после всё остальное для вас уже будет просто семечки. Они одна за одной просто уйдут. По примеру на мне скажу. После того, когда я осознал, что, блин, я тоже не думал, что я обижаюсь. Моя обида была на маму, и обида была в том, что мама ушла от папы. С трёх лет, с пяти лет я уже был без папы. А в три года мама разошлась с папой, и мы с сестрой и братом уже были без папы. И я не знал даже, что у меня есть обиды на маму. Но только после того, когда я начал медитации, прорабатывать этот процесс, я понял, что у меня глубокая обида на маму. У меня была глубокая обида на маму. И вот именно отпустив эту обиду, проработав эту обиду, всё остальное для меня стало просто вау. Мне нет повода сегодня радоваться. Да, эмоции регулирую. Где-то кто-то мне там на ногу наступил. Что-то такое вот прям сильное-сильное, да? И но как только ты становишься осознанным, ты управляешь этим процессом и задаёшь вопросом, для чего тебе. Ты ищешь сразу что-то хорошее. Ты говоришь, окей, благодарю. Да, тренер, блин, дал тяжёлое задание. Но это же для меня. Это для меня. А раз ты для меня, значит что? Значит, я должен идти в этом что-то хорошее. И ты ищешь такое, что же в этом хорошее. Окей. Мария? Да, спасибо, Ярослав, за заполнение. Что-то хотела сказать ещё? А вот про глубину проработки опять-таки не перестаю говорить о том, что насколько глубоко удастся проработать, зависит только от вас. То есть это будет полностью ваш процесс, ваша ответственность и ваша проработка. Насколько вы готовы в это вложиться, настолько будет результат вы и получите. Вот это очень важно об этом помнить. То есть не ожидайте, что это Маша, Таня или Ярослав что-то за меня сделают. Нет, этого не будет. Тут только всё зависит от вас. Мы не можем залезть к вам во внутрь и за вас что-то вылететь. Это всё будет ваше. Вот. Да, первый шаг, значит, будет физическое выветривание. Когда мы его закончим, у нас каждый шаг будет начинаться со звона. Это к вопросу Марии о графиках. Каждый шаг будет начинаться со звона, на котором мы будем, вы будете рассказывать о том, как вы будете проходить этот шаг и корректировать ваше понимание, если где-то что-то не так. Каждый шаг будет заканчиваться также со звоном, на котором мы будем подводить итоги, где вам надо будет оглянуться назад, посмотреть и сказать, что было до, что стало сейчас. Второй шаг это идеальное выветривание, когда мы уже выветрили вот эти эмоции грубые, физические. Когда вот этот самый первый этап уже вы опустеете внутри, вы перестанете чувствовать какие-то агрессии и желание что-то сделать со своим обидчиком или обидчиками, тогда у вас появится желание поговорить и второй шаг называется идеальное выветривание. На этом этапе мы будем очень много говорить, развивать свою горловую чакру, в частности, мы будем выговариваться. там будет подэтапы, первый этап, когда мы с вами вы будете высказывать все, что у вас наболело, то есть после того, как вы побили, вы это посмотрите, вы это увидите, вам очень захочется теперь высказать, окей, я с тобой сделала все, что хотела, а теперь я хочу тебе сказать, как же мне было больно, вы расскажете о всех своих болях, заставите обидчика послушать, чтобы он вас выслушал виртуально, сразу скажу, вот, то есть вы будете выговариваться, 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 и на втором этапе этого шага, когда уже вот все, вроде бы, как все сказали и все повторили по три раза, второй этап, это будет этап, когда вам захочется понять, а почему же все-таки этот обидчик или обидчики поступили так, как поступили, то есть какие причины им не двигали, что стояло за этим, почему человек, какая мотивация у него была, осознать, почему он это сделал. И удивительно в этом процессе, в том, как он построен на этой практике, вы начнете осознавать, что не только он есть причиной вообще этого всего, оказывается, были какие-то мои вклады. И по мере прохождения практики вы будете понимать, что мои вклады это было не только что-то, а все. Ну вот такая будет задача второго шага, то есть выговориться, высказать все, что есть, и попытаться понять причины, почему, не попытаться понять, а понять причины того, что произошло. Начнете с осознания пытаний, начнете с того, что поставите себя на место обидчика и попытайтесь понять, почему он так сделал, ну а закончим, чем, чем закончим, поймем, почему нам это в жизни пришлось пережить такую ситуацию, и почему, какая моя внутренняя причина привела к тому, что произошло. Такой будет второй шаг. И третий шаг уже после всех этих осознаний у нас будет духовное просветление, этот шаг называется. Это будет практика 12 поклонов. Что она нам даст? Ой, простите, Ярослав, по второму шагу вам есть что-то добавить? Я уже побежала к третьему. Да, я сейчас... Ну, тебе в конце вы скажете, я потом скажу. Да, да, да. Хорошо. Да. Вот. И на третьем шаге это такое духовное просветление, принятие того, что произошло. Мы будем осознавать, что обидчик, по сути, не является обидчиком, и даже называть вам его так перестанет хотеться. А что он был нашим учителем? И мы будем благодарить его за то, что он пришел в нашу жизнь, показать нам на наши какие-то нюансы, которые нам необходимо проработать для того, чтобы жить счастливо и хорошо. Ну, наверное, вкратце по шагам все. Ярослав, тут вам слово, а потом по организаторским моментам пройдемся. Да, я добавлю... Мария, благодарю. Я добавлю еще одно видение этих трех шагов. С другой стороны, может быть, вам очень понятно. Итак, первый шаг, задача первого шага – выветриться физически и аудиально. То есть выбросить всю агрессию. Задача первого шага – очистить тело. Очистить тело от всего невежды, от всего там, за которым оно наполнено. Тело и ум. Потому что задача первого шага – это успокоить ум. То есть когда мы находимся в гневе, в стрессе, мы не можем трезвым мыслить, верно? Даже если мы знаем, что это неправильно для нас, но находясь в токсическом состоянии, в состоянии токсического, полной эмоций, мы не можем выветриться, мы не можем, вернее, принять разумные решения. Поэтому задача первого шага – это выветрить все то, все те какашки, все тот мусор выбросить, который есть у вас внутри. Эмоциональный, энергетический, физические зажимы и так далее. Все, все выбросить. И в конце первого шага у вас должно быть что? Спокойный ум. Ум ваш должен быть спокойный. То есть вы, вот как вы, у вас есть какая-то агрессия, вы побили человека, покричали, поорали, вы сказали ему все, что вы хотели, и затем вы уже силы… Нет, все же, видите, он уже такой, все, трупик уже сдался. Вы уже спокойны. Ум успокоится. Нет такой опасности. Нет опасности, нет агрессии с его стороны. Вы уже удовлетворены. Обидчик наказан. И когда ваш ум успокоился, затем мы можем с ним трезво разговаривать. Ну-ка, давай-ка, Маша, сейчас посмотрим. Что же тут у нас? Я хочу сразу сказать Маше и Ваше. Это у меня такие нарезательные слова, не конкретно ничего. Простила, да, буду примерить Маше и Ваше. После этого… Итак, первый шаг – это полностью очистить свой ум, успокоить ум через физическое, аудиальное, энергетическое, любые практики, которые придут к вам. Успокоить свой ум, освободить тело и ум от тех эмоций, которые вас гонобили. Соответственно, здесь это очень важный шаг. Здесь это очень-очень важный шаг. Вам нужно будет находить место, где вы будете это выветриваться. Мария об этом скажет позже. И вы должны быть в пространстве, где вы можете себя выражать естественным образом, не думая о том, что кто-то услышит, кто-то там посмотрит и так далее. Очень важно, очень важно. Задача второго шага. Задача второго шага. После того, когда мы успокоили ум, теперь мы можем с ним поговорить. И вот на втором шаге мы говорим с умом. Мы через практики, адвокат, прокурор, в том числе мы доказываем уму все, что происходило с нами, это для нас. Мы видим, что это было для меня, что я из причин всех причин. И это основная задача второго шага. Именно доказать своему уму, вы сами будете доказывать. И кто вам не будет доказывать? Вы сами. Это ваша игра. Это как, знаете, в шахматы играешь. Черный с белым, поочередно, туда-сюда. Здесь то же самое. Вы своему доказываете, что это все для вас. Вы находите эту причину. И после того, когда вы это сделали, это будет окончание второго шага, вы уже с полным пониманием, выходите из второго шага с пониманием того, что да, блин, один плюс один, два. Ну никак не три там или двадцать, как я там себе думал. Действительно два. Что посеешь, то пожнешь. Никуда не денешься. Вы убеждены на сто процентов, что действительно от ума, что это действительно так. И это очень важный фундамент, на который мы опираемся. Мы не говорим, что вы верьте. Верьте, а и к вам придет понимание. Верьте, что это все для вас. Нет. Вы будете четко понимать, сто процентов, что это было для меня, что здесь я поступил неправильно, а не вам поступил неправильно. Вот я здесь ошибался. Я сделала вот это, получила вот это. Вот я косо посмотрел, получила реакцию. Я не уважаю мужчину, получила унижение. У вас будет четко, это прям доказательство в самой себе. И после этого, когда вы уже поняли, разобрались своим багажом, своих вот этих задачек, с этими задачками, вы переходите в дальнейший шаг своего развития. И для того, чтобы полноценно развиться, то есть на третьем шаге вы развиваетесь, решаете свои задачи, те, с которыми вы пришли со второго шага, что вам нужно для того, чтобы научиться принимать благодарность. И что нужно делать, чтобы меня сделать более совершенным. И помогает вам в этом, также, чтобы закрыть полностью гештальт, вы переполнившись пониманием на втором шаге того, что все, что происходило, это было для меня. Человек страдал. Человек страдал, блин, когда он меня обижал. Представьте, вы придете к такому состоянию, когда вы, из-за того, что он агрессор, вам жалко будет его, вы захотите его обнять, поцеловать и поблагодарить его, вам станет его очень жаль. Откроет за вашу сердечную чакру. И вот чтобы выразить это свое состояние, это благодарность, состояние благодарности своему бывшему обидчику, обидчику, да, сегодня вы поймете, затем вы поймете, что это уже ваш учитель, который ради вас это делал и страдал, бедняга. Вам захочется его поблагодарить. И вот на третьем шаге, через духовную практику поклонов, 15 поклонов в том числе, вы благодарите своего бывшего обидчика за все то, что он сделал. тем самым еще больше раскрываете свою сердечную чакру и параллельно работать над теми задачами, которые вам помогут, помогут с сегодняшним мировоззрением принимать от жизни все, что она дает, с благодарностью. Сдавайте вопрос, а для чего это мне? Для чего это мне? Что здесь хорошего для меня? Как в данной ситуации поможет мне стать еще более счастливой, исполняемое предназначение благости? Вот так. Это другой подход, название, как эти три шага, вот у нас. Отзываются, ребята? Девочки? Никого? А, понял. Микрофончик. Да, 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 отзывается. Хорошо. Хорошо, будем продолжать. Мария? Да, ну, это, в принципе, вкратце все, наверное, что я хотела рассказать о такой вот смысловой нагрузке практики. Дальше, Танюша, по общим каким-то правилам вводным. Танюша, у нас осталось 15 минут, давай следить за временем. Хорошо? Я проговорю сейчас по общим правилам, которые будут у нас. Значит, общение у нас будет проходить в Телеграме. Будет уже создан, вернее, канал, где будут выкладываться задания для вас. То есть информация, которую вы должны прослушать, просмотреть и подготовиться. И будет чат такой, говорилка. Он для того, для общения. Туда мы выкладываем какие-то ответы, задания, которые вы выполнили. Если есть какие-то вопросы, может быть, нужны уточнения, все обсуждается именно в говорилке. И для каждого участника будет страничка, индивидуальная, ДЗ называется, где вы выкладываете непосредственно ваши выполненные задания и информацию, которая касается именно вас. В ДЗ еще вы создадите такую статистику, то есть закрепленное сообщение будет вверху. Если кто не знает, спрашивайте, мы по уходу будем это проходить, в которой вы укажете, например, создается сообщение, где вы пишете такое-то задание и значок выполнено. То есть мы таким образом будем отслеживать, что вы сделали, что не сделано, чтобы не искать во всей ленте. Одним кликом мы можем увидеть всю необходимую информацию. Сами задания будут подписаны буква К и порядковый номер, то есть там К1 или К0. Каждое задание делается, вы выполняете по порядку, там будет прописано или сказано, если это видео, что нужно будет сделать там, посмотреть просто видео, то ли вам нужно будет записать аудио и текст, но все задания вы формируете в текстовом формате и в аудио. И дальнейшие указания еще будут там сказаны, например, транскрибацию сделать, или еще какие-то дополнительные пункты, поэтому обращайте на это внимание. Дальше. Хотела сказать, на каждое сообщение, которое приходит, задание, необходимо дать ответ. То есть, если даже кто-то пишет, то мы даем обратную связь друг к другу обязательно, что не игнорируется сообщение, а вы должны отметить, что вы его увидели, по крайней мере, да, и сделаете там тогда-то, тогда-то, к примеру, задание какое-то. Далее. Танюш, буквально два слова чуть-чуть детальнее это скажу. То есть, в гаворилку или в канал будут падать, приходить сообщения вам, то есть, в канал будут обычные задания, а в гаворилку может приходить что-то такое, что там вызвано вашим отчетом, вам обратная связь, вы что-то сделали, прислали отчет, мы там вам дадим обратную связь, скажем там, сделайте вот так, или там еще поправьте что-то. Ну, то есть, могут быть любого рода сообщения, и в гаворилке, и в канале все должно быть отвечено, то есть, на любое сообщение вы даете обратную связь, как минимум, что да, я это послушала, приняла к сведению и сделаю, но в любом случае, мы ни одно сообщение не оставляем неотвеченным, а на все даем обратную связь, потому что, так как у нас нету с вами возможности общаться вот так, сидя рядом друг с другом, это онлайн все-таки, мы должны понимать, что вы нас услышали, нас там, или Ярослава, или друг друга, услышали, увидели, прочитали и приняли к сведению. То есть, дальше, что еще касается вот заданий, которые будут выложены на канале, то есть, все материалы, которые будут в аудио, видео, текстовом формате, должны быть вами изучены и законспектированы. По некоторым там нужно будет вам сделать, значит, письменный конспект, made map, печатный, ой, да, печатный конспект, записать аудио, видео конспект, то есть, там, где будет это указано, и транскрибацию, тоже, если это указано будет. Более детально мы потом выложим вам, где это будет описано, это мы так оповещаем сейчас у вас примерно, что ориентировали, что будете делать. Про статистику я сказала, также там будут прописаны некоторые инструменты, которые вам необходимы будут там касаются первого шага в основном, вот, поэтому подготовьте, если будут какие-то вопросы, то можете задавать, если там чего-то у вас нет и где его приобрести, например. каждый день вы будете выкладывать отчеты, то есть, тут нет варианта, что я сделаю завтра, нет, это делается утром, вечером, вот как написано, вы просто готовите себе режим дня, он абсолютно изменится от того, что сейчас у вас есть, прям можете план себе прописывать, но вы это делаете каждый день, этот процесс не прерывается, ни при каких обстоятельствах, то есть, вы подстраиваете свою же жизнь под этот план, вы должны быть к этому готовы. По поводу обратной связи вы проговорили, то есть, секундочку, можно я про непрерывность процесса еще добавлю, sorry, девочки, каждый день в любом случае, что бы вы сегодня не делали, то есть, то, что процесс непрерывный, понятно, но в случае у нас есть отчетность за каждый день, значит, она там сегодня или с завтрашнего дня уже все, каждый день пошел, вы делаете что-то, вы точно делаете. Сейчас по мере выполнения домашних заданий это будет там один график, а потом у вас будут четкие задачи на день и их надо будет делать. Не бывает дня, когда вы не даете отчет о том, что было сделано за сегодня. То есть, начиная с сегодня, каждый день ожидается от вас, что вы скажете, что вы сделали за сегодня по практике. Таким образом, у нас процесс будет непрерывный и полноценный. Выходных пока что нет. Выходные после окончания. Окей, да, сори, Танюш, спасибо, продолжай. Что касается правил и в группе будет дежурство по очереди. Каждый будет дежурить и давать отчет как дежурный по тому, что было сделано. То есть, сейчас у вас будут задания, вам необходимо в течение там день-два просмотреть этот объем, почитать, что с каждым заданием нужно сделать и оценить ваши возможности и не растягивать это на неопределенное количество времени, дать четкие рамки, даты. Вот вы готовы это сделать в такие-то сроки и это вы делаете в группе, то есть вы списываетесь, созваниваетесь, как вам удобно, оцениваете возможности каждого, прикидываете, сколько вам нужно будет и потом дежурный, вы тоже определите самостоятельно, кто по очереди как будет дежурить, оглашает, что, когда будет делаться, какие задания там на сегодня, на завтра и вы выполняете, то есть должен быть график, где вы отчитываетесь, что было проделано и так далее, то есть это будет немножко позже мы выложим, описано, как именно будет даваться отчет, но вы распределите самостоятельно график дежурства и каждый день вечером от вас будем ожидать отчета по проделанной работе. Не позже какого числа времени, скажите, Мария, Таня, просто. Смотрите, ну, мы рассчитываем максимум, это месяц. Нет, отчет мы ждем не позже. Дневной. Отчет за день от дежурного ожидается не позже 11 вечера, девочки, то есть вам надо будет... Да, Танюшка говорит. Так, ну, ну, это что же. Ну, то есть не позже 11, да, не позже 11 мы ожидаем все отчеты, то есть у вас, когда появятся уже отчеты по самой непосредственной практике не позже 11, мы будем ожидать вечерний отчет и отчет дежурного тоже должен приходить не позже 11 часов. Сделано это для того, чтобы и вашу жизнь тоже немного регулировать, и нашу, чтобы мы, и вы, и мы ложились спать не позже 11 ночи, потому что работы будет много и высыпаться тоже надо. И добавлю, можно более, девочки, режим до дня очень важен, потому что ложась вовремя, вы вовремя будете рано вставать. Вам лучшая практика, первый, особенно первый шаг, очень важно вставать рано. Я думаю, Таня подвердит, да, Таня, ваш режим же поменялся после практики обращения, правильно понимаю? Да, я раньше, мне очень было сложно встать рано, но сейчас, как таковой прям проблем, об этом нет. Во сколько вы встаете, скажите, пожалуйста, сейчас? Ну, когда у меня есть время, то, ну, 8, это максимум, обычно это 7, полуседьмого. Мария встает, конечно, намного раньше. Маша, во сколько вы встаете, когда вы встаете? Я боюсь говорить. В полчетвертого я встаю. Договорите. В полчетвертого, четыре. Пожалуйста, вот это тот пример, куда нужно стремиться. Не значит, вы все должны вставать в это время. Это цель, высшая цель, да, 3, 3, 3, 30, это высшая цель. Но для того, чтобы к этому прийти, как раз вот нужно мало кушать и мало спать вы будете тогда, когда вы уже избавитесь от обиды, потому что именно это позволяет меньше сократить свой сон, количество сна до восстановления. Сон это что? Восстановление. Если вы меньше тратите энергии, вам меньше нужно будет восстанавливаться. Но это цель, к которой вам нужно идти. И режим дня, девочки, будет очень важен, потому что вам также нужно будет вставать раньше. Когда вы вставите раньше, вам будет намного эффективнее выполнять практики. Это очень важный момент. И еще, чтобы у вас процесс обучения проходил более эффективно, меньше вы тратили премию на выполнение домашних заданий, инструменты. Учимся, обладеваем новыми инструментами. Поскольку вам нужно будет печатать много, вам нужно научиться печатать быстро. Я вам рекомендую за это время, пока вы изучаете вот это, у вас будет изучение документации, изучение правил, изучение инструкций. это очень важный процесс, потому что именно на основании этих знаний, которые вы будете изучать, будет дальнейший ваш прогресс, ваших шагов. И вам нужно все читаться, вам все нужно изучить, не просто ознакомиться, а изучить. А изучить это значит дать конспект, законспектировать. Это будет ваш процесс показания того, что вы изучили. И, соответственно, изучайте инструменты. Печатать быстро, научитесь печатать десятью пальцами. Тогда вы намного быстрее это будете делать. Если вы будете печатать одним пальчиком, то то, что люди делают за пять минут, вам придется, может быть, за полчаса делать. И будете говорить, что вам времени не хватает. Чтобы времени хватало, осладевайте инструменты. Прямо сегодня, точнее, в дня, найти программу, кто еще не печатает десятью пальцами, онлайн есть, безоплатный, и позволить себе научиться печатать. За две недели, я уверен, что вы освоите намного быстрее отпечатать слепую. Окей? Для цвета. Все, Мария, да. Танюш, продолжай. Таня, Таня, да. Сейчас я посмотрю, что еще хотела сказать. То есть не должно быть такого, что кто-то решил отсидеться и не давать обратную связь, не отвечать на что-то. Такого не должно быть. Такого просто не будет. Этого не будет. Невозможно. Да, должны быть активны, принимать участие. Каждое мнение имеет значение, поэтому не обесценивайте его. Не, можно будет отсиживаться, можно будет нарушать правила, но за этим идут наказания. Вы понимаете, жизнь такая. Моя личная рекомендация не делать это, девочки. Дороже будет. Дороже будет. Все пропущенное, все невыполненное возвращается вам штрафными санкциями. У нас четко процесс пасения и наказания. Знаете, режим пряника и кнута. Нарушил правила первый раз предупреждения, второй раз штрафные санкции. Так что... Вам надо быть самоорганизованными, то есть найти мотивацию, которая будет вас вести вперед, заставлять делать эти задания. Ни в коем случае не откладывайте, иначе это будет очень тяжело. И так объем нелегкие работы, но вы это все пройдете. Быть к этому нужно готовым, распределить четко график, когда, сколько заданий в день вы делаете, и потихоньку их делать. Но не откладывать, что я сделаю завтра, иначе вы просто не успеете это сделать. Подготовиться здесь нужно, и пройти материал много. Что еще? Под что там все сказала? Да, иногда будут возникать, а может быть, часто негативные эмоции. Поэтому здесь нужно относиться экологично к пространству, к людям, которые участвуют, ну и вообще в принципе. Поэтому нужно просить прощения за то, что у вас, например, на данный момент есть негативные эмоции, вы хотите их выветрить, как-то высказать. То есть сначала вы проговорите так и так, у меня такие вот сейчас эмоции, чувства, я хочу сейчас... Девчонки, сейчас хочу орать, сейчас буду орать и кричать, Ярослав меня достал, просто капец, сейчас буду орать, вы готовы, все? Да, Натана, вот я недовольна, но эмоции важно выпускать, это главный пункт, не забывайте об этом, их не нужно копить в себе, лучше выветрить, высказать его, выговориться, а потом уже можно подумать, как это было бы сделать, может, лучше. Но, Натана... И на нашей практике, именно мы создаем такие условия, чтобы как можно больше вы выветрились и лучше выветрились, стали осознанными, контролировали свой поток эмоций до того момента, пока вы уже без осознанной реакции интильного мозга придете в процесс управляемый, окей, я сейчас хочу позлиться, можно я сейчас позлюсь, пожалуйста? сначала такая, я сейчас буду злиться, а не буду орать, понимаешь? Но в конце, когда уже просит, Ленда такая, девочки, я сейчас хочу позлиться, можно я сейчас покричу? Так. Ох, как я, ох, какая я злая! Потом иногда думаешь, а я и так могу, но оказывается, да. Так, еще у вас будет такой пункт, как контракт, то есть перед началом практики будет такое задание, где будет прописан контракт, и вы его записываете на аудио и в тексте обязательно. То есть, ну, это будет чуть дальше информация. И что еще хотела сказать, в течение всей практики у вас будет инструкция, как делать там первый, второй, третий шаг. У вас есть свои какие-то знания, может быть, вам придет что-то озарение, какое-то новое видение, как сделать по-другому. И, в принципе, вы можете вносить свои корректировки, свои понимания или знания, и эта инструкция будет как расширяться. То есть, это вы делаете тоже самостоятельно, будете создавать вашей группы именно уже инструкцию с какими-то новыми дополнениями, нежели она на данный момент есть. Таня, можно добавить? Девочки, изначально, о чем мы говорим, мальчики и девочки, что полная практика прощения это процесс не застывший, это расширяющийся постоянно процесс, даже как наше желание роднуться жизни и познание в этом процессе. Есть начальная классическая формула, с которой мы начали, и с каждой новой практикой, с каждым новым потоком, новым курсом, новой ступенью процесс расширяется. Поэтому мы используем классику, это классика, но на каждую классику вы даете свою апгрейдную модель. Вы расширяете обязательно вот те инструкции, тот, как вы будете проходить курс с Таней и Машей, когда вы уже будете учителя, когда вы уже будете проводить этот курс, так как сегодня Маша станет это делать, любезно для нас, у вас уже будет более широкая инструкция, вы уже по-другому это пойдете. У вас будет классика, чтобы не отходить от нее, понимать, сколько я от курса не отклонился или не потерялся ли я, и одновременно ваше расширение, ваше решение. Поэтому вы находитесь, каждый день вы должны находиться в позиции учителя, который на стажировке, который изучает, как избавиться от обиды, пройдя полноценно практику прощения принятия просветления. Спасибо, Руслав. В принципе, девочки, у нас по основным моментам все, будем выкладывать задания, там будет документ, который называется правила, и там это тоже все покрыто, то, что мы проговорили, это то, что хотелось покрыть сейчас. Мы out of time, у меня буквально две минутки, у меня следующая уже рабочая встреча, поэтому я не успеваю по вопросам, не знаю, если у вас есть вопросы, которые сейчас хотелось бы проговорить, задать, тогда, наверное, можно будет... Мария, мы можем сделать, что вы... Мария, мы можем сделать так, Шмаш, вы оставите зум, а мы закончим разговор. Да, могу, единственное, что запись по вопросам не за... ну, запись у меня только, поэтому вот закончу запись. да, 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 да. Вот, поэтому остались ваши вопросы. Вы потом обязательно, обязательно потом вернитесь, когда мы закончим, проверяйте, чтобы остановить записи, сохранить. Вот, и что еще сказать? Ну, в общем, то есть, это общий процесс, мы вам так прописали, сейчас мы начнем выкладывать первые задания с инструкциями на канал, читайте, ознакомьтесь, и первый шаг, это вот этот блок домашней работы, по которому мы в первую очередь будем ожидать от вас фидбэка, чтобы вы посмотрели на объемы и сориентировали нас плюс-минус и себя в первую очередь, сколько времени вы себе даете на обработку этого задания. Напомню, что это важно в группе, не каждый сам за себя, с сегодняшнего дня мы одна большая семья, у нас группа, мы работаем над одними и теми же задачами, поэтому в группе решайте, вы в первую очередь между собой решаете, договариваетесь, и вы даете какой-то опыт, когда у каждой из вас будет готова приступить уже непосредственно к практике, закончив работу домашних заданий. На этом все, очень было приятно с вами познакомиться, с моей стороны я, к сожалению, должна уже уходить. Спасибо вам большое. Маша, благодарю. Спасибо большое. Взаимно. Таня, будьте любезны, скажите сейчас, пожалуйста, чтобы девочки понимали у нас, что вот они сейчас должны сделать по окончании этого, нашей встречи, что вот они должны делать, прям шаг один, два, три и так далее. Угу. Угу. Угу.